То, что Петергот, он же Петров двор, по старинке именуемый еще и Петродворцом, самый известный и самый интересный из всех петербургских пригородов, истинно не требующий доказательств. Правда, внимание большинства приковано к Нижнему парку с его знаменитыми фонтанами, и когда туристы едут в Петерго из Петербурга, все смотрят направо, туда, где фонтаны. А вот если бы посмотрели налево, то ровно напротив Большого дворца, фасадом выходящего в Верхний сад, увидели бы очень скромный по размерам галитинский скверик, который с 2005 года украшает интереснейшие художественные объекты, а именно девять скульптур, высеченные из гранита. Да, это, конечно, не фонтаны, ибо не снимал о них только ленивый. Это кое-что другое. Парк планерных скульптур, которых сам царь Петр и вообразить себе не мог. И тем более у нас с вами преимущество. Есть подозрение, что многим не слишком-то нравится термин «концептуализм», пугающий своей непонятностью и, прости господи, за умью. Но здесь, в этом скверике, как раз его вполне демократичное концептуализма, воплощение, несмотря на откровенно новый, даже постмодернистский язык. Эти скульптуры идеально вписались в облик старинного города-музея, ибо объединены они тем же, чем и знаменитые фонтаны античной эпохой. Причем, если скульптуры Нижнего парка демонстрируют античность, позднюю, сильно разбавленную последующими эстетиками ренессанса, барокко, классицизма, то Голицынский скверт являет нам античность изначальную, или, ежели хотите, кандовую. Ибо авторы арт-объектов, скульпторы-камнерезы со всей России, из Москвы и Петербурга, Владимира Уфы, Самары, обратились в своем творчестве к эпохе седой архаики, к тому времени, когда едва-едва зарождалась цивилизация и, собственно, само искусство. Скульптура «Петербургский сфинкс» Николая Карлыханова одновременно напоминает античные гермы, этакие древнегреческие верстовые столбы о двух головах с едва намеченным резцом телом и откровенно авангардистские статуи одного из самых интересных скульпторов 20 века великого Константина Брангузи. Особенно хочется отметить, что здешний сфинкс – не египетский человек-лев, а самый, что ни на есть, греческий из знаменитого мифа о царе Эдипе. То самое крылатое существо с орлинными крыльями, львиными лапами и женской головой, которое задавало путникам, приближающимся к Фивам, одну и ту же загадку, кто утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех, и безжалостно душило всех, кто не мог ответить, из-за чего, собственно, и называлось сфинксом, ибо это слово в точном переводе с древнегреческого – душитель. Эдип, конечно, загадку разгадал и уцелел, но мы, пометуя о его горькой судьбе, промолчим и лучше обратим взор на другую работу того же автора – Данаю. Ее мы, конечно, уже видели, но еще не говорили, что является она собой безголовую женскую фигуру, формами своими напоминающую знаменитую спящую социальную работницу Люсьена Фрейда, между прочим, внука отца психоанализа. Вот вы ее видите, застывшую, вероятно, в ожидании золотого дождя, которому злился, согласно мифу, на нее сам Зевс – граммовержец. Зевс в нашей сказке за кадром, а вот его отец неподалеку, и мы тоже его уже видели, но не обсуждали, и справляемся. Брутальный Хронос – тот самый, что пожирал своих детей. Метафора всепожирающего времени, но был внезвергнут сыном, то есть, само собой, уже упомянутым Зевсом. Автор этой хтонической жути – скульптор Станислав Задорожный. А это муза собственной персоной, и без нее никак ни скульпторам, ни ангелу странствий, ни, соответственно, Петергофу. Помимо античных аллюзий, весьма гомерических, надо сказать, и даже саркастических, отсылает еще и к творчеству двух столпов авангарда 20 века, первооткрывателю Пабло Пикассо и завершителю, уже упомянутому, Люсьену Фрейду. Муза, на наш взгляд, симпатичная, явно не социальная работница. Даже женственная и нежная, если смотреть со стороны косы, недаром размещена она рядом с салоном красоты, а вы, говорите, концептуализм не любите. «Воспетая земля» работа самарского автора Ивана Мельникова, пожалуй, самодико природно мощная из всех работ Голицынского скверика, напоминающая даже не античность, а доисторическое время и более подходящая для Менгир времен Стоунхенджа, нежели наязыске древней Эллады. Впрочем, что может быть культовее земли? Только правильно воспетая земля в камне сырокеза. Если это, конечно, он, вздымающийся в небо, которое совсем близко, буквально в двух шагах. И вот эти два шага сделаны. И перед нами небо над головой, а под ним, смотрящий в небо, работник на резца и молотка мастера Нуре Ахметова. Казалось бы, никак не стыкуется сия скульптура с античностью, зато идеально совпадает по форме и настрою с ранним периодом кубизма Пикассо, его другом Жоржем Браком и Амидео Модельяне, который, кстати, вопреки общему мнению, прежде всего скульптор, а уж потом по бедности и нездоровью живописец. Это что касается эстетической подоплеки. Если же вернуться к нашей концепции, то случайности здесь не бывает, ибо правила без исключения не правила. К тому же, что и в небо смотреть периодически приходится и романтикам, и прагматикам. А вдруг там кто-нибудь да есть. Не к современному хронусу, будь она помянута. И хоть Василием Крчминым здесь и не пахнет, а пахнет уже знакомым нам Николаем Корлыхановым, вот она, новая хтонь, растральная колонна, чрезвычайнейшая аллюзия на знаменитые колонны на стрелке Васильевского острова. Так вот, стрелки перевели, и новая колонна напоминает древние надгробия, то ли римские, то ли этруские, то ли финикийские, как бы заявляя, прошлого нет, но память о нем с нами. Колесница мастера камнереза из Владимира Игоря Черноглазого аллюзорна до полной невозможности. Смотрим на нее и вспоминаем троянский цикл седой древности и колесницы римских консулов, и колесницу смерти с осужденными везомыми по парижским улицам на гильотину во время террора Великой Революции и обреченных на смерть граждан Кале Огюста Родена с его неподражаемой импрессионистской манерой работы с материалом. А может, еще что-то и из колевалы. Но, чтобы это что-то собой не являло, колесница, как мы знаем, из Таро всегда предвестник скорых перемен. И ее появление в этом парке сыграло-таки свою судьбоносную роль. Возможно, благодаря мистическому стечению обстоятельств злоумышленники и похитили из Галитинского сквера фигуру женщины, расколов ее на две части. А дело было так. Гранитная фигура обнаженной женщины, которую мы можем только себе вообразить, стояла в Галитинском сквере Петергофа. 17 октября 2007 года ночью злоумышленники стащили ее с постамента и раскололи на две части о камень. Бюст увезли, а ноги оставили. Это сообщает газета «Мой район». В мае того же года успокаивающую ветер тоже пытались украсть. Тогда ее сбросили на газон, но фигура осталась цела, и вандалов спугнули, поэтому они не успели ее унести. И все это при том, что сквер находится рядом с Петродворцовым РОВД. Всякий раз группы криминалистов, конечно, выезжали на место, но вернуть жертву вандалов и похитителей обратно в парк, ну хотя бы частично, так и не смогли. Стран ТВ благодарит газеты «Мой район» и портал газета spb.ru за информ-оповещение всех любителей культур. И напоминает, что изначально скульптур было 10. На сей счет, кстати, у вас никаких собственных аллюзий не всплывает. И загадокристи, например. Если всплывают, смело ставьте лайк или сердечко и делитесь ссылкой на это видео со всеми. И по парк сей, если ориентироваться на приключения и исчезновения отдельных объектов или их фрагментов, демонстрирует физическое воплощение известных детективных романов. Да вообще вся мировая культура здесь зашифрована. Вот, скажем, спешит бригада стран ТВ на съемку этого культурного репортажа и вдруг обнаруживает в осушенном на зиму канале колонистского парка, что неподалеку барахтающегося в лужице живого налинчика. Берет его и отпускает в Ольгин пруд, что напротив, соответственно, с тремя желаниями просмотров, подписчиков и лайков. Не всякий путник сюда доберется, даже из любви к истории. Таинственные события и изгребли, происходившие на землях древней Ингрии, именовавшиеся позднее Ингерманландией и, наконец, Россия! Надо мною я видел поднимаю голову матовый шар. В 1630 году в Милане да и во всей Ломбарде ситуация напоминала нынешнюю, пандемическую. Тогда с этой базиликой связано одно древнее предание, точнее, мистическая легенда, хотя снаружи она спроектированная ломбардским архитектом. И вот если по-нашему, по-моему, по-перефразовски, то эта церковь оправдала бы всякий город. И в нашем случае эта церковь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова